Микс Ньюс Микс Ньюс Но вот эти два дня они провели В изоляторе временного содержания Вы уже успели пообщаться, кстати С Ермоловичей, Прелита Обсудить с ними Прелита, это я вообще не знаю Никогда не слышал, первый раз услышал сейчас А госпожу Ермоловичу я знаю Знаю неплохо, но я с ней не общался Тем более, что она, как говорят, теперь может стать Депутатом Вашей коллегой Она член нашей партии И на самом деле, если мы говорим Она очень много делала Для того, чтобы Вот этот проект, который Мы знаем, как Лифрига, работал удачно Она очень много идей от нее Исходило, как неделя ресторанов Гастрономическая неделя То есть это на самом деле, я думаю, что Со мной согласятся, если Сейчас нас с вами слушают представители Гостиниц, ресторанов Она на самом деле в этой среде очень уважаемый человек Профессиональный человек, да Поэтому мне трудно комментировать Была она в полном курсе того, что она подписывает Естественно, если мы читаем вчерашнее заявление КНАБа Была ли она в курсе об этих 300 тысячах Я надеюсь, что нет По крайней мере, я могу сказать Вполне определенно Я знаю, что она, конечно, полтора года, когда проходила заключение госконтроля Понятно, она этим жила, понятно, она нервничала Но она никогда ничего о подобных вещах, незаконных делах не говорила И я верю, что если она это подписывала Что все-таки, наверное, она не осознавала, что она подписывала Не могу поверить, что на нее оказывалось такое сильное давление Что она была вынуждена это подписать Но то, что это не была ее инициатива В этом я уверен на 100% К выводам госконтроля и КНАБа как вы вообще относитесь? Значит, мы не можем с вами говорить о выводах КНАБа Потому что выводов КНАБа нет Заявление назовем это Есть оперативные действия, которые происходили Как в РТАБе Это бюро Да, бюро Ну, которое мы называем Лифриго Легче говорить по бренду Это более понятно, да Также такие же оперативные и процессуальные действия происходили И в некоторых кабинетах в Ратуше И в кабинете, где находится в основном Максим Толстой Еще один член правления, которого сейчас нет в Латвии Но никаких, ну, например, коммуникаций У меня как представителя, скажем, Думы Руководителя Думы на сегодняшний момент С КНАБом, с представителями КНАБа Руководством КНАБа не было Поэтому мы на самом деле читаем Все, что читают все граждане на страничке интернета Если мы говорим о госконтроле Госконтроль заключения мы получили пару недель тому назад Естественно, там есть моменты, с которыми нам трудно спорить И надо просто прагматично, без эмоций Вводить эти рекомендации, которые они написали Но я бы воздержался от таких эмоциональных заявлений Что 20 миллионов растрачено Извините, в этих деньгах очень много денег Которые ушли на вполне понятные и конкретные проекты Например, финансирование, поездки многих наших хоров Многих наших ансамблей Они информируют этим, они рекламируют Вот эта поездка, они показывают бренд Лифрига Главное, они рекламируют Ригу Они рекламируют нашу страну Нам не надо этого стыдиться Мы видим рекламу, поскольку один из учредителей Тоже Аэрбалтик, Лифрига Вот эта организация называется Артап То мы видим рекламу Естественно, очень трудно говорить На... Апонировать госконтролю Госконтроль говорит о чем? Госконтроль во многом говорит о чем? А докажите, что эти туристы Так или иначе бы не ехали сюда Вот вы бы не рекламировали, они бы все равно сюда приехали Я не думаю, что это такая обоснованная критика Ну, например, было там 200 тысяч перечислено клубу ТТТ Рига Этот клуб ТТТ Рига, где это, ну, такой ноды бинаем с учреждения, да ТТТ Рига, который раньше финансировала Рига Сатексмы Им было запрещено фактически вот это финансирование было со стороны Лифрига Да, можно говорить, что это неправильно Но извините, у нас такое идет финансирование государства Государство финансирует какие-то государственные предприятия Самоуправление финансирует Если была бы возможность финансирования Можно было бы финансировать с других статей Посмотрим, у нас один из самых наших больших меценатов Это господин Зузанс, который содержит сеть в игровых автоматах, игровых залах Конечно, это может быть печально, что за счет этих денег финансируются у нас очень многие проекты С которыми Рижская дума борются сейчас Те же самые, да, те же самые, например, постановки премьеры в Национальном театре Да, это жалко, но нет другой альтернативы Государство, мы не способны, государство не способно обеспечить работников культуры и искусства Он один из главных спонсоров Пурвиша Баунва Для наших молодых художников Как он относится к нынешним решениям Рижской думы? Ну, просто уже это другая тема, но по поводу игорных залов Получается такой конфликт легкий Ну, смотрите, ну, что значит конфликт? Да, просто, безусловно, это плохое дело Это, безусловно, плохо Так же плохо, как и торговля табака Так же плохо, как и продажа алкоголя И кто мне может сейчас оспорить, сказать, что торговля Что курить это полезно Курить это вредно, это наша привычка Такая привычка и здесь Тем не менее, государство в первую очередь борется с тем Чтобы было, не было нелегальной продажи табака Но, тем не менее, я человек, который ни разу в жизни не курил На меня коробит, когда в каждой кассе большого магазина продается И мы видим сигареты, да Поэтому я думаю, что, естественно, нам нужно сокращать Нам нужно с этим бороться в то же самое время Нам нужно понимать Одно дело, если мы запретим все легальное Все легальные игровые залы Нам нужно быть готовым, что это все уйдет в тень А куда уйдет в тень, там будут криминал Там будут опять темные зоны, они будут платить налоги Поэтому нам нужно быть готовым, когда запрещая Не создавать такие моменты, когда это происходит нелегально Вот эту нелегальную область я, например, видел в Украине, в Киеве Там уже давно, еще когда Тимошенко была премьером Запретили игровые залы И они продолжают существовать Просто, ну, извините, они всем проверяющим организациям платят Да, вот такого не должно быть Да, не будем отвлекаться Ну, то есть, немножко отвлеклись Да, вот Рига, ЛВ, Лифрига, бюро и все это прочее По поводу выводов госконтроля Ну, не только про туристов, они там говорили, как следует, опять же, из СМИ Есть там такие конкретные точечные вещи В частности, речь идет о том, что вот общество Рига, ЛВ, это общество Получило 4 миллиона с целью создать газету Газета создана не была Этот проект был свернут якобы И потом он стал приложением уже в платных изданиях Это так, действительно? По-моему, это о Рига, ЛВ или Лифрига говорилось? О Рига, ЛВ О Рига, ЛВ Не, ну, смотрите, еще раз я хочу сказать Поэтому на этой неделе принято решение Два постановления Думы Дерижская Дума Приняла решение до 31 октября Оценивать работу как Лифрига, так и Рига ЛВ И до 31 октября мы примем решение Очевидно, будет принято решение О продолжении работы Лифрига Естественно, необходимо сделать все выводы Искоренить то, что сейчас было Увидел и КНАП Это понятно Но нельзя ликвидировать саму идею Сама идея, она позитивная И она приносит свои плоды То же самое можно критиковать консультантов Которые работали В том числе, извините, ваших так называемых коллег-журналистов Которые получали дополнительную зарплату Рига Сатексма Но это не повод ликвидировать Рига Сатексма как таковое Поэтому здесь то же самое Если мы говорим о Риге ЛВ Взгляд моей фракции Это Готскалпот Рига Честь служить Риге Немножко другой Мы считаем, что вполне допускаем Что в ходе оценки деятельности Рига ЛВ Мы примем решение о его ликвидации Для этого нужно время Для этого нужно на самом деле все оценить И поэтому мы проголосовали за срок оценки 31 октября Но это не значит, что мы будем сидеть и ждать осени Уже буквально в ближайшее время Мы встретимся с исполнительными структурами Рижской думы И решим, как мы будем оценивать И какая наша конечная цель Когда мы слышим про Рига ЛВ Сразу в голову приходит одноименный сайт Который информирует жителей самоуправления Выясняется, что это для многих просто выясняется Что это общество А чем занимается, помимо Вот есть сайт, который тоже там У госконтроля очень много вопросов к нему возникло Что якобы он дублирует функции Отделения публичных отношений Рижской думы Чем общество Рига ЛВ занимается Помимо сайта одноименного Я не знаю, я вам не могу сказать Чем занимается общество Я не в курсе этого Хоть я сейчас отвечаю за Рига ЛВ Я отвечаю за Рига ЛВ как председатель думы Исполняющий обязанности Но это с 5 апреля Мне непонятно в этой структуре Я вам могу сказать больше Когда председатель моей партии Андрис Америкс Исполнял обязанности мэра И запросил информацию по Рига ЛВ Это был январь прошлого года То есть вы уже понимали, что там могут тоже Я не закончил фразы Но тогда вы поймете, о чем хотел сказать Ему эту информацию отказались дать Вот и все, уважаемые радиослушатели Вице-мэру, члену позиции Уважаемому человеку Андрису Америксу отказались дать эту информацию После того, когда этот вопрос стал остро Или очень остро Эта информация была получена А запрашивал он информацию Я могу сказать о трудовых договорах То есть это то, о чем сейчас возник вопрос Поэтому, я думаю, любые такие вещи Которые непонятны Это вполне понятная человеческая реакция Если нам непонятно эти процессы Непрозрачны Они у нас вызывают подозрения Может быть там и все хорошо Но у нас невольно порождаются мысли Рождаются зачастую, может быть, какие-то теории Великих Загоровов Но самоуправление, в том, которое живет за счет налогов Должно все быть прозрачно Поэтому еще раз мы оценим Я думаю, что где-то, если я к вам приду в студию В любое время Через, ну, где-то месяца два Я смогу точно сказать Мы ликвидируем предприятие или нет И когда это будет В какие-то сроки, да Еще раз мы не будем ждать 31 октября А то есть уже летом Да, естественно Чуть-чуть, точнее, Амрик запросил у бюро У Рига ЛВ У Рига ЛВ У руководства Рига ЛВ Да, но Рига ЛВ при этом имеет прямое отношение к самоуправлению Да Они имели право не предоставлять информацию Амриксу? Без комментариев Я и так вам слишком много сказал Без комментариев Просто, да, вы уже до этого говорили Я тоже хотел вас об этом спросить Что руководство Рижской Думы не было в курсе нарушений Которые вот происходили в Рига ЛВ Поэтому напрашивай Бюро своей жизнью живет, получается, или как? Это же часть Рижской Думы, получается Оно как бы... Еще раз Сейчас Произошел рестарт И руководство Думы сменилось Есть два вице-мэра Я и Баранник Распоряжением Ушакова Во время отсутствия Ушакова Я исполняю его обязанности Таким образом я стал исполняющим обязанности Я буду исполнять обязанности до того времени Пока не пройдут выборы мэра Да Когда это будет, поживем и видим Да Ну, тогда, когда... После выборов Европарламента, наверное После выборов Европарламента Ну, там нужно смотреть, когда Коалиция решит И тогда будет решение Кто будет и как И это уже другой вопрос Что я хотел сказать Мне эта структура незнакома Я очень долгие годы работал Директором департамента Я не имел с ними контакта Моя пресс-секретарь туда передавала релизы Они печатали их В то же самое время Портал, он посещаемый Он, я думаю, что успешный Количество тех, кто смотрит портал Рига ЛВ Увеличивается все время И этот проект неплохой Нужно ли для этого Вот эту всю надстройку Те вопросы, которые мне задавали Организовать для того, что Этот портал существовал У меня большой вопрос Я не знаю сейчас Может ли это делать Рижская дума А может быть, это должен быть Какой-то конкурс И привлечь Как оператора Служивания этого портала Частную фирму Но ясно, что это должен быть Открытый конкурс Для своих друзей и товарищей Вначале, когда говорили О обысках и задержаниях Я не могу вас не спросить Вопрос, который уже скоро В интернете Наверное, отдельным хэштегом Появится Где Максим Толстой? Ну, то есть Журналисты его потеряли Все его потеряли Сообщается, что он не выходит на работу Не отвечает на звонки Не на работе То есть у вас с ним Контакта сейчас тоже нет Нет, у меня не было с ним контакта Я вообще с Максимом Толстым Мало общался Ну, как-то у меня не соприкасались Пути Мы в разных комитетах Он отвечал Раньше за отъезд Либо с департамент Я работал в выпшем департаменте Да, ну что я хочу сказать Говорят, что он заболел Но пока на сегодняшний момент Вот когда я у вас У меня такой информации нет Могу сказать одно Что он уехал в командировку В Казань Ну вот вы сказали Казань Да, я могу только продолжить Он уехал в город Казань По В командировке Не от Рижской думы А от Ртаба Вот Лифрига Да Поэтому Я ему не подписывал туда командировку И надо понять следующее Да, у нас следующая неделя комитетская Потом Когда будут проходить комитеты Максим Толстой в трех комитетах В то же самое время У нас в отличие от Сайма Не обязательно приходить на заседание комитет Если там конечно не будешь много месяцев То тогда фракции нужно поинтересоваться Где находятся Пока у меня таких заявлений тоже нет Где информировали Может быть они появятся Тогда конечно Увидим Короткий перерыв Сейчас через пару минут мы вернемся Разворот Продолжаем Зампредседатель Рижской думы Исполняющий обязанности Мэра Риги Олег Буров У нас сегодня в гостях Говорим о ситуации в Рижской думе Вокруг Рижской думы Я правильно понимаю Что вот судя тоже По вашим публичным высказываниям Вы как-то более В отличие может быть от коллег Вот там Ушакова Других Более самокритично Смотрите на эту ситуацию Потому что Ушаков например Занимает такую риторическую позицию Что Он прямо в этом заявил Что против Рижской думы Против партии согласия Развернули войну Вот все эти события Это все Вот звенья одной цепи Вы же так более Как самокритично Вот сказали Что госконтроль В принципе тоже Много рекомендаций Достаточно Справедливых Высказал Я не думаю Что нам нужно Политизировать Естественно Я думаю Что здесь Судя по многим акциям Есть известная политизация И сейчас конечно Враг номер один Рижская дума И я думаю Если мы будем с вами смотреть Воскресные передачи По ТВ-3 ЛТВ-1 Да Но если не будет Рижской думы В принципе им не о чем снимать Да Мы единственные Кто говорят О ком говорят Но Я думаю Что было бы Неправильно Вот одеть эти на себя Очки И говорить о том Что это все Провокации Надо посмотреть критично И сегодня Когда открывался 30-й съезд Союза самоуправления Латвия Я сказал Что у всех Самоуправлений Большая реформа Впереди Реформа территориальная Административная реформа О чем сейчас идет Очень тяжелый разговор Между Правительством Министерством И самоуправлениями Эта реформа Не касается Риги У нас не меняются Наши границы У нас ничего не отбирают Ничего не присоединяют Но У меня И у моих коллег С партии В честь служить Риге Я думаю Не только И у других Я уверен Что такие депутаты Я просто уверен Есть всасканья Без этого Так не может быть Вот у нас Есть понимание Что реформы Наши внутренние Необходимы И как можно быстрее Делать в Рижской доме И это нужно делать Под этим есть И предприятия И все это Очень много реформ Которые нужно делать И я считаю Они должны быть Жесткие Они должны быть Может быть Болезненные Но Они необходимы Если мы хотим Закончить Вот цепь этих Скандалов Если мы вообще Хотим о чем-то Думать В 21 году Когда произойдут Выборы То нам нужно Это делать сейчас А не За полгода До выбора Поставить палатки В районах И обещать Все подряд Я думаю Что нам нужно Думать и понимать Что сейчас Но политическую составляющую Вы усматриваете В действиях Которые Целая череда Рига Сатекс Обыски у отдельных Людей Росликов Ну Я не хочу Я не хочу Это комментировать Естественно Какой-то Налет Шоу На все Это есть Но будем Говорить честно Если бы Рижская дума Ну я могу сказать Мы Не давали Повод Тогда бы Этого и не было Тогда бы Этого и не было Естественно Когда мы говорим О консультантах Плохо Когда депутат Получает Изображает Имитацию Бурной деятельности Получает Где-то Зарплату В каком-то Городском Предприятии Это безусловно Плохо Но посмотрим Что происходит Сейчас В тех Министерствах Где больше И больше Появляется Советников Ну например Тот же Известный Наш самый Главный Оппонент Который Говорит Вы все Замазаны Во всех Пересадить Надо Господин Кирсис Венут Ибо Вот мы Придем Он был Советником У министра Экономики Сейчас он Переместился Советником Министра Иностранных дел По вопросам Энергетики Ну я думаю Что хорошо Если он сам Знает Что он советует И не знаю Как эти советы Воспринимает И что от него Нового узнал Министр Иностранных дел Да то есть Понятно Что эта система Она увы такая Да и мы видим Как сейчас Метет метла В тех В тех Министерствах Где работают Министры Новой Консервативной Партии Ну убрали Например Долгие годы Руководил Стадионом Даугова Это было Государственное Такое СЕС Скажем Одного Человека Вместо него Поставили Представителя Члена партии Да Поэтому Так оно и есть Так оно и есть Просто естественно Лучше критиковать Других Чем критиковать Себя В конце марта Была утверждена Должность Второго вице-мэра Им стал Вадим Бараник Ваш коллега Произошло это До отстранения Так называемого Ушакова И многие Это рассмотрели Как Ваш союз Решил сделать Такую подушку Безопасности Заранее Какой-то новый Порядок Провести Действительно так Вы этого И не скрываете Или все-таки Были какие-то Другие Другая Какая-то Необходимость Вот этой Должности Которые уже Подсчитали Что на 33 тысячи Будет обходиться Для бюджета Не Ну это все Глупости 33 тысячи Бюджета Обходится Ну извините Было в свое время Три вице-мэра И довольно долго Было три вице-мэра Ну в каждом Самоуправлении Совсем малюсеньком Есть несколько Заместителей Председателя Думы Вот этого района Который там Во много раз Меньше Чем например Иммонта Да Иммонта Это две Валмера Скажем Да Это два Венспилса По численности А там вы можете Посмотреть Естественно По численности Не по размерам Численности жителей И сколько там Заместителей Поэтому Здесь речь не идет О том Я думаю Что позиция Я конечно могу сказать Иронично Меня хотели Пожалеть А не оставлять Одного Руководить Домой Тогда ты не можешь Не заболеть Никак Ну ты не можешь Заболеть Ты не можешь Уйти в отпуск Никуда Это конечно Ненормальная нагрузка И так сейчас работают 11 часов Фактически Каждый день Вечера Но Я думаю Что здесь была Логика Вполне нормальная Ушаков Знал Что конечно Он 100% Будет избран В Европарламент Здесь сомнений Нет ни у кого Даже у самых ярых Оппонентов Нила То Он хотел Конечно Господина Баранника Подготовить К этой должности И поэтому Сейчас Баранник Стал работать Вице-мэром Вместе со мной Потом Когда Шаков Понял Что его Отстранят Он в последний день Принял решение Что я Остаюсь Исполняющим Обязанности Вот до того времени Пока будет Избран Да Естественно Как мне надо Многому учиться Несмотря на то Какой у меня опыт Самоуправления 20 лет тому назад Пришел работать В Думу И работал все это время За исключением 4-летнего Перерыва То же самое У Вадима Ему тоже надо Учиться Мы Я считаю Хорошо Сотрудничаем Да Где-то мы ругаемся Мы спорим Не соглашаемся Но это нормально Это нормальный процесс И я думаю Что мы Ну так скажем Притираемся К друг другу И Цели У нас Не Различаются По поводу Европарламента Сейчас многие Вспоминают Вот когда Рига Сатексом Развернулась Эта история Нил Ушаков Если не ошибаюсь В эфире ЛТВ Очень четко Сказал что 0% что он пойдет В Европарламент Потом он баллотируется В Европарламент Вы вот как Сами это Отреагировали На это Скажем так Вы с пониманием Отнеслись Или для вас Это было как-то Ну то есть Лидер все-таки Лидер все-таки Собрался Давайте поставим Акценты Я не Член партии Девушаков Является председателем Мой председатель Мой председатель Партии Принял решение Отойти в сторону Без каких-то Обвинений И никакие ему Обвинения После того как У Америкса Был обыск Не предъявлены И У него Абсолютно Совесть чиста Но он решил Отойти в сторону Потому что Оправдываться Никогда нельзя Это дело последнее Он принял решение Когда узнал Что Ушаков Идет в Европарламент Тоже идти вместе с ним Я думаю Что в принципе Это Очень хороший Тандем И я вижу Что Андрис Америкс На самом деле Искренне Хочет Проверить себя Проверить свои силы Проверить На самом деле Отношения избирателей Он хочет стать Депутатом Европарламента При всем Он не намерен Уходить С председателя партии Он намерен Нашу партию В честь Лжи Триги Руководить ей То что касается Нила Ушакова Это решение Каждого из нас Я скажу Своё мнение Видя Как Партии Которые формировали Правительство Настроены Против Сасканя Против Ушакова Я думаю Что вот Он принял это решение Немножко поздновато Но оно Правильное По поводу избрания Нового мэра Я не ожидаю Что вы дадите мне Точный ответ Но вот вы сами сказали Что Баранник Он стал вице-мэром Чтобы его подготовить К этой работе Вы готовитесь К этой работе То есть с избранием Уже Что-то решено Можно сказать Во многом Просто Ну упоминались Имена еще Байба Розентала Которая тоже Якобы претендует На это кресло Я думаю Сейчас это Не важно Важно на самом деле Чтобы прошли Выборы в Европарламент Будет видно Кто избран Потому что Будет избран Будет избран Двое человек Я надеюсь Что будет избран Двое человек Но Я думаю Что у нашей партии Честь ложей Тереги Все больше Появляется Такая позиция Это не моя позиция Лично Это позиция Очень многих членов партии Что Мы готовы В этот раз На эти два года Взять ответственность На себя И предложить Свою кандидатуру На должность мэра Одновременно У нас обсуждение Кто это будет Не ведется Не обсуждается И могу сказать о себе У меня нет амбиций Этого кресла Мне нравится искусство Нравится картина Но не моя мечта Чтобы мой портрет Был нарисован Ну как вы знаете Портреты мэров Потом Пишут И они находятся В ратуше Мои амбиции Личные за эти годы Они реализованы В таких проектах Как межопарк Как художественный музей Театр русской Драма земель Блазма вэф У меня Очень много таких объектов Вот где я Что есть показать мне Моему сыну Когда-то будут И внуки Вот у меня В этом амбиции Реализованы И да Я больше всего Боюсь Когда люди Сидят в кресле И думают Что главное Это кресло Кресло Это далеко не главное Главное Наши дела И хуже всего Сидеть в этом кресле И ему не соответствовать Поэтому Посмотрим Что будет дальше Но амбиции Нашей партии Претендовать на место Председателя Думы Есть И они Очень ярко выражены Дегловский мост Вы на прошлой неделе Если не ошибаюсь Сказали Что он может быть Открыт полностью На этой А вчера Было анонсировано Что что-то не сегодня Он же может быть Не-не-не Это было неправильно Не сегодня его не откроют На сегодняшний день Вот буквально Мы закончим с вами Встречу И я буду звонить Узнавать БВКБ Бюро по контролю Да Речь идет о чем Что работы идут Работы идут Все положительно Работы идут правильно В соответствии С проектом Все хорошо Но весь вопрос В сроках Сегодня еще раз БВКБ Даст свою оценку Работам Вчера да Не осматривали Они вчера осматривали Мы были там Сегодня они будут Еще раз И сегодня у нас Пока такая договоренность Что где-то в районе Вот через 2 часа В районе 3 часов Мы еще раз Все созвонимся И тогда поймем Или мост Будет открываться В понедельник В 5 утра Или это будет Следующий день Вторник Потому что реально Основные работы Все будут закончены Сегодня Но некоторые работы Будут продолжаться В субботу и воскресенье Это не главные работы Но формально Работы будут закончены В воскресенье Как можно организовать Поскольку это выходные дни Чтобы приехали Проверили Полиция дала разрешение Это мы все выясним Но если нет То тогда 21 числа Во вторник Он будет открыт Поэтому Здесь я хочу Успокоить Вы можете по нему Смело ездить По мосту Все будет Все будет В порядке Когда будет открыт Да Когда будет открыт Другое дело Что следующий мост На который нам нужно Смотреть внимательно И у меня там было Тоже вчера Собрание Я вполне допускаю Что я туда буду ездить Регулярно Это Брасовский мост Он мне по пути На мои еженедельные Собрания В Межапарк Может быть Я так Каждую неделю Буду туда приезжать И проводить Эти собрания Со строителями С проектировщиками Техническое состояние моста Как сейчас выясняется Гораздо хуже Чем Было в проектах Поэтому нужно Сейчас Принимать решение Как в порядке Изменений Проекта В порядке Авторского надзора Менять Это может удлинить А сроки Б Будет Удорожание Этого объекта Он довольно В плохом состоянии Поэтому Я думаю Что Нам было бы Правильно И такие уже Первые разговоры Мы начали Я пока не знаю Чем он не закончится Сделать временный переезд Через железную дорогу Под этим мостом Потому что На тот случай Если движение Будет ограничено Сильно По этому мосту Пока В одну сторону Из центра города Проходит А может быть Совсем ограничено Я не знаю Пока я не знаю Но я думаю Что даже Если оно останется В таком же размере Как сейчас Будет очень хорошо Чтобы был дополнительный переезд Потому что Я думаю Сроки сдачи В эксплуатацию моста Это может быть Где-то через полтора года Это конец Двадцатого года Поэтому Нам конечно Нужно сделать все Чтобы временными Решениями Но это тоже проект Это разрешение Это просто нельзя Там Раз-два Сделал И все То есть Это все проект Поэтому мы намерены По этому вопросу Говорить Сотрудничать С Латвия Сделать Сельше По поводу Самокритики Снова Вот в череде Комментариев Рижской думы По поводу всего Что происходило Вокруг Догласского моста И как правило Это были комментарии Такого Оборонительного характера Вы Достаточно Так смело Сказали Что Вы недовольны Работой Департамента Сообщения Что очень много Что это урок Для Рижской думы Вот Может быть Немножко подробнее В чем заключается Урок и действительно ли Получается Что Не досмотрели Нет Я Могу сказать Так Недоволен Да Меня удивила Позиция Заказчика Да В данном случае Заказчика Департамент Сообщения Ну понимаете Я очень долгие годы Департамент Которым я руководил Это один из самых Больших заказчиков В стране И я сталкивался Много с какими-то Проблемами Со стороны проекта Недоработками С проблемами Со строителями Но столкнуться Что ты приходишь На объект И ты оказываешься Один Потому что у заказчика Тоже невнятная позиция Я думаю Что абсолютно Как-то Исполнительный власть Департамент Выбрал При всем этом Нейтральную Такую абсолютно Неправильную тональность Мост был закрыт Восьмого апреля БВКБ С точки зрения Запретили строительство И все это время Ушло на дискуссии Имели они право Или нет А пусть они нам Напишут Что надо А нужно Или не нужно А почему Потом полиция Закрыла этот мост А вот прошлый раз Закрывали в 60-х годах Или в 70-х годах Какая Черт подери Вам разница Что не нужно Не нужно дискутировать Что вы сидите И ждете Пока государственная Структура Придет И вам покажут пальцем Кто в этом заинтересован Они закрыли Они не заинтересованы В этом Это наша заинтересованность Приходите решать То есть Ну знаете Как Как у Ильфы Петрова Было Вот эти слова Надо меньше говорить О необходимости чистоты А чаще убирать Вот поедьте И сходите Поэтому Вместо вот всей Территорики Да мы встретились У генерала Кюзиса Очень было Спасибо ему Продуктивная встреча Да я сказал Я сразу же поехал На объект Нас было много Со стороны строителя Один представитель Субподрядчик Я был там пару раз Я не видел Технадзор Может быть Он мне не представился Вот Хотя странно Да И в принципе Я увидел Что просто Сидят и ждут Ну я Со своей стороны Со своего опыта Не сегодняшней должности А со стороны опыта Ну и сегодняшняя должность Конечно тоже Дал им Скажем так Импульс Эти работы пошли Начиная с 4 мая Уже люди работали Готовили все документацию Начиная с 7 мая Начались работы Вам результат Сегодня вы можете Пройти Посмотреть Увидеть Какие серьезные Металлические конструкции Стоят под мостом Они позволят Не просто сделать Имитацию бурной деятельности Вот сейчас Они позволят Этот мост Они будут держать мост Все время Пока он будет ремонтироваться Поэтому это очень хорошее решение Я сейчас благодарен всем В том числе И заказчику Там сейчас новый директор департамента Господин Рейнбах Который После трехлетнего перерыва вернулся Я вижу как он старается Мы только сегодня с ним созванивались Уже раз 5 Поэтому я уверен Все получится Одновременно Я сразу же хочу увидеть прогресс По Брасовскому мосту Мы не можем позволить Политическим играм Мы не можем ждать Пока придет министр Расскажет Свою пламенную речь Нам нужно самим Абсолютно прагматично Решать все вопросы Да Министры Свои пламенные речи Вот продолжают Говорите В частности А давайте звонок Сейчас примем Наденьтесь на уши Пожалуйста Добрый день Добрый день Пожалуйста Хотел бы больше спросить В том времени Нет Один вопрос Скажите пожалуйста Господин Вам не кажется Вы только что сказали Что Брасовский мост Будет ремонтироваться Полтора года Вам не кажется Что это вообще Достаточно позорно Не мост А мостик Ремонтировать Так вот вопрос такой Будет ли когда-то Объекты Которые вы ремонтируете Красно Мост 1 Мост 2 Мост 3 Ремонтироваться В 3 смены В субботы И воскресенье Вот это главное А не главное Что дешевле Спасибо большое Много удачи Спасибо Я вам могу сказать Я никогда в своей жизни Не отвечал за Рига Сатексма За мосты Но я вам хочу сказать Что За 14 месяцев До сдачи в эксплуатацию Государственного художественного музея Когда были Спарус в Эдке Я сказал Музей будет сдан 1 декабря В 11 часов И без 5.11 Через 14 месяцев Мы подписали акт О сдаче в эксплуатацию Я еще Когда не начались работы Конкурс на строительные работы Сказал Сдача эстрады Межапарки Будет 18 июня В 18 году В 11 часов Не получилось Ее сдали На 2 недели раньше Сейчас Я тоже самое говорю 18 июня 20 года Перед праздником Песни школьников Будет сдана эстрада Я очень хочу Чтобы Мои коллеги Которые являются Заказчиками В других структурах Тоже отвечали За свои слова С моей стороны Это не поза Это не какая-то Не пиар-акция Я ставлю эту планку Я говорю о себе Я говорю Если это не будет выполнено Я уйду с должности Но я требую это Со всех участников процесса С проектировщиков Со строителей Из технадзора Говоря о межапарке Там уже давно работают В три смены Вы абсолютно правы Вы абсолютно правы Можете ли вы рассказать В каком статусе Сейчас находится проект Трамвая на улице Сканстас После того Как центральное агентство Финансовых договоров Расторгло в одностороннем порядке Договор Трамвай приехал В тупик И это конечная станция Этого проекта не будет Этого проекта не будет Увы Вот это я считаю Политическое решение Преждевременное решение Я знаю Что всегда Министр лично был против этого Этот проект нужен городу Такое кольцо Нужно было городу Но Могли подождать Пока в Риге Будет создан Совет правления Это пару месяцев Этот проект проектировался Я считаю Что это политическое решение Мне бы очень хотелось Чтобы эти деньги Остались в городе Увы Чтобы уменьшить Дефицит бюджета Как я понимаю Они пойдут на закупку Поездов Министерства транспорта И как я понимаю Этот сценарий Б Он может быть Не был публичен Но он уже Рассматривался Довольно давно У министерства Мне очень жаль Что мы будем делать По Риге Сатексме Я думаю Что нам нужно думать И вот этот Во-первых Трамвай Во-вторых Соединение С Канста С полквежебрежа Чтобы выйти на Петерсал Нам очень нужно Нам же самим Автоводителям Очень неудобно Делать этот круг Я думаю Что мы сейчас Разберемся Со своими финансированием Со всеми Своими проектами Я думаю Что нам нужно Включить в планирование За деньги свои Или за следующие деньги Следующего Европейского периода Разрабатывать этот проект И в принципе Он у нас остается В планах С Канста Нужно развивать Сейчас Частные развиватели С Канста Вложили туда 400 миллионов Планируют вложить И все 400 От самоуправления Просят одно Создайте инфраструктуру Приведите в порядок Этот район Нам это надо делать Ну и закрытие Банка БЛВ Конечно Там внесло Свою Эту ложку Увы да Увы да Потому что Это был главный Развиватель проекта Но часть Господин Бернис Продолжает развивать Конечно Не такими темпами Не таким объемом Я хочу сказать Что у них был Великолепно разработанный Проект Очень престижного Сейчас в мире Проектировщика Про музей Современного искусства За сейчас За этот проект Он бы попросил Во много раз больше Тоже бы очень хотелось Его Развивать этот проект Но это опять таки Позиция Министерства культуры И государства Спасибо большое Олег Буров Был гостем Сегодняшнего разворота Я Андрей Лешкевич Звукорежиссер Евгений Копеин Спасибо До свидания Спасибо Спасибо